Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я представляю экологический холдинг Unigroup с своим проектом «Комплексная переработка строительных отходов». Итак, есть отходы коммунальные, бытовые, есть отходы промышленные, есть также строительные. Естественное устраивание зданий, к сожалению, стихийные бедствия могут приводить их к сносу, и все это наносит, прежде всего, неизгладимый урон к экологии. К решению данной проблемы призван, собственно, наш проект, и вместе с этим также наш проект закрывает вопрос комплексного обеспечения предприятий строительного сектора качественными материалами. Таким образом, в качестве пояснения, переработка строительных отходов – это, прежде всего, защита окружающей среды от скопления твердых отходов в виде разрушенных зданий, и проработка, рециклинг из данных отходов полезной, востребованной продукции в виде песка, щебня, металлических конструкций, которые в дальнейшем используются при строительстве дорог, при строительстве мостов, при строительстве городов, освоения территории. Таким образом, мы становимся одним из важных участников при обновлении жилой среды, промышленной инфраструктуры, помогаем сносить здания, прирабатывать оказавшийся мусор и получать из этого готовую продукцию. То есть наша бизнес-модель связана как с получением прибыли от приема сырья на переработку, так и уже в последующем получение прибыли от реализации готовой продукции. Как на сегодняшний день происходит процесс переработки строительных отходов, а точнее их утилизации? То есть, как правило, здания разрушили, поместили разрушенные здания по машинам, по КАМАЗам, по самосвалам и отвезли все на полигон. Дальше это все успешно зарывается и наносит урон экологии, то есть загрязняет почву, и, естественно, это большой ущерб для окружающей среды. Мы же предлагаем данный процесс организовать на комплексном инновационном оборудовании, которое позволит прийти к такому оптимальному производственному процессу со стопроцентным выходом готовой продукции с низкой себестоимостью. То есть за счет того, что производственные издержки покрываются средствами клиентов, которые везут сырье на переработку, мы получаем готовую продукцию, то есть по абсолютно низким, скажем так, пусть не ценам, но с низкими затратами. Это позволит нам в дальнейшем при ее реализации, при реализации данной готовой продукции, то есть уже выходить в плюс и тем самым выделяться в рынке. Что же касается наших клиентов, это дорожные компании, строительные компании, металлургические компании, конкуренты, это те, у кого передвижные дробильные установки в настоящий момент. Подобных нашему аналогов не существует. В дальнейшем также, что бы мне хотелось отметить по поводу нашего проекта. Основная затратная часть – это затраты на приобретение оборудования инновационного. Она составляет 50 миллионов рублей, собственно, зачем мы обращаемся к инвесторам за данной суммой. Остальные расходы, то есть постоянные в виде аренды, в виде фонда оплаты труда, налогов и прочих затрат, это покрывается полностью за счет наших средств, включая маркетинг и усиление продаж. Что также мы сделали сейчас, то есть на текущей стадии. То есть нами проведены организационные мероприятия, связанные с подбором места осуществления производственной деятельности. Также нами проведены переговоры с Министерством инвестиций и инноваций Московской области о получении мер государственной поддержки в виде снижения налогообложений, а также получения уже сниженных тарифов на электроэнергию, что немало важно в производственном процессе. Коротко о нас. Мы группа компаний, которая своей миссией считает защиту экологии и получение востребованного продукта для предприятий и строительного комплекса. И мы занимаемся в настоящий момент переработкой отходов резинотехнических изделий, строительных отходов и уже снабжаем предприятия строительного сектора готовой продукцией. Поэтому в качестве дорожной карты я указал в тизере наши уже процессы взаимоотношений с инвесторами, то есть как они будут складываться. И тем инвесторам, кто заинтересуется нашим проектом, заключит в этом месяце с нами соглашение, мы готовы предоставить 30% доли в проекте и уже в дальнейшем совместно развиваться по данному направлению, а также по нашим остальным направлениям, включая проектов, связанных с альтернативной энергетикой. Наше предприятие также является организацией деятельности локальной палаты GCR России в Нижнем Новгороде, так как мы неравнодушны к проектам молодых предпринимателей, инициативных лидеров и налаживаем их связь как с бизнесом, с представителями бизнеса, так и органов власти. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание, голосуйте за наш проект, учтим экологию и приумножим свои доходы вместе. Спасибо большое. Спасибо, отличный проект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok